Продолжаем готовиться к Новому году. У нас новый влог. И сегодня я хочу в этом влоге, у нас идёт всё как раз по порядку, разобрать новогодние игрушки. Я хочу в этой комнате всё хорошо расставить, красиво. Одеть там новогодние чехлы, начать наряжать в зале. Поэтому покажу вам, что у меня тут есть. Мне нужно серебряные игрушки разобрать, красные разобрать, по пакетам разложить. И этим мы сегодня с вами займёмся. У меня есть такие вот пакетики. Это для боксов новогодних, под косметику. Они у меня ещё с того года. Здесь олени нарисованы. Я сейчас пакеты на кровать положу. Есть ещё коробочки, осталась вот такая. Её нужно правда собрать. Я её разбирала. Ещё из пакетов я буду быстро показывать, чтобы потом быстренько сейчас всё разобрать по своим местам. Один вот такой вот пакетик под подарки. Если буду в декабре наращивать, то в них девочкам сложу подарки. Как раз вот у меня здесь есть вот такие пакеты с того года. Покупала на Валдересе. Если вам нужны такие пакетики, покупайте сейчас заранее до декабря. Они сейчас дёшево стоят, а потом они очень сильно дорожают. И мне, видите, уже на второй год хватило. Хотя я подарки много, много подарков делала. Один маленький пакетик нового года остался с того. Вот эти я вообще уже годом, наверное, 3-4 назад заказывала на Алиэкспрессе. Они вот такие вот с рисунком новогодним. Они у меня ещё есть. Здесь их было около 150 штук. Пакетик из ленты тоже мне истратила. Маленький. Водарочки какие-нибудь слазил. Маленькие презентики. И вот такие вот пакеты. Это у нас тоже, по-моему, с Валдереса я заказывала. С ручками тоже очень удобные. Положить какой-нибудь подарочек туда. У меня, в общем, как оказалось, остались только маленькие пакеты. Теперь мне нужно открыть большую коробку и разобрать по цветам. Я буду, верно... О, здесь ещё пакет. Я сейчас буду... То, что у меня серебряные игрушки складывать сразу в пакет, потому что у них нужно я сейчас буду в студию рабочую забрать. Здесь летняя коробка. Я сейчас вот всё уберу летней коробке. Здесь ещё наполнитель. Целый пакет вот такого наполнителя. Он мне понадобится для подарков тоже. Для того, чтобы их делать. И здесь тоже. Вот у меня коробки, но они летние, поэтому я сейчас всё выну. Палу денежки нашла. И сюда буду складывать серебряные. Буду показывать быстро, потому что у меня их очень много. По-моему, в том году мы наряжали в серебряно-белом цвете. А так как у меня сейчас ещё одна ёлка появилась, и бюджет не позволяет мне купить полностью игрушки туда, я не решила в этом году просто сделать серебряные мазинки и то, что у меня есть дома. Вот такие вот красивые шарики. Давайте поближе вас сейчас подвину, чтобы мне поближе вам показывать, потому что некоторые игрушки... Здесь у меня есть красные снежинки. Это я покупала на годовщину, вешала. Вот где у нас красные будут в спальне, значит, я туда их использую. Это картонные снежинки из окея. Так, вот сюда. Дальше снежинки вот эти. Я, кстати, снежинки в этом году решила повесить быстрее, чем ёлку поставить. Поэтому буду вешать, надо их разложить. Я их, наверное, вот как раз вот пакетик у меня тут есть, я их сложу. Серебряная. Но она как белая, я её, наверное, не знаю, буду использовать на ёлку. Шишка. Олени. Это вот, которые в Ашане по 25 рублей сейчас. Снежинки серебряные, по-моему, из Фикс Крайс, кстати говоря, с того года. Сейчас посмотрим, хватит ли мне вообще игрушек на мою теперь большую ёлку в этом году. Я не планировала ничего покупать больше. В прошлом обзоре это снежинки прозрачные. В прошлом обзоре показывала вам, что я купила к Новому году в этом году, и больше ничего не буду покупать. По-моему, у меня набор был, колокольчик. Ещё нету, кстати, гирлянды на ту ёлку новую, которая у нас с Валбрис. Поэтому хотела её нарядить, сегодня съездить. Перед тем, как рожу, чтобы потом не три ёлки наряжать. А у меня нету гирлянды. С Валбрис надо заказывать снежиночки. Снежинки вот эти у меня уже очень много лет, и с ними всё хорошо. Я их вот вешаю на нитки, на дождик, и ничего с ними не случается. Сейчас я их... Их у меня много. Я их заказывала, или покупала... По-моему, мне кажется, вот я их заказывала на Алиэкспрессе, что ли. Или я покупала каждый год. Их вот они большие, они классно смотрятся. Маленькие они, конечно, на белом потолке теряются. У многих натяжной потолок, но натяжной я не знаю, подойдут ли они. Ну, клеить можно скотчем или нет. Я бы, наверное, натяжной не клеила. И поэтому я никогда не хочу себе натяжной потолок. Потому что я люблю декорировать шариками на праздники квартиру. Люблю декорировать всякими вот таким вот декором снежинки вешать. Поэтому натяжной потолок в своей квартире не клеила. Так, серебро. Еще вот тут. Запутываясь, снежинки всегда запутываются. И еще у меня есть с того года вот такие ленты. Я их тоже буду использовать на ту елку. В том году я использовала их. Это в ленте покупала. Я использовала на нашу елку. Такая вот. А в этом году я использую буду на ту елку. И, наверное, сюда всю белую ленту на нашу елку. Я пока еще не придумывала, как я хочу украсить нашу. Вот. У меня здесь их много разрезанных. Обычные шарики. Я сейчас обычные игрушки сложу. Не буду вам показывать. Чтобы это все было бы быстрее. Так. Короткие, наверное, ставим белые. Серебряные. В принципе, их немало. Я смотрю у меня. Так, ленточка. Здесь вот как бы белая игрушка с серебряным. Я ее, наверное, оставлю на нашей елке. И, скорее всего, мне кажется, что нужно все-таки это все вытащить. И положить на пол. Пока что. Так, здесь все бусы запутанные. Все бусы тоже собрать. Бусы я вешаю на люстру. Обычно. Винки делаю. Так. Смотрю как раз заодно, сколько у меня белых игрушек. Потому что я не уверена, что у меня их много. Белые шарики. У меня такие обычные. О, бантики, смотрите, серебряные. Тоже забираем в студию. А вообще, я всегда на своей большой елке делаю лес. Я покупаю зверят. В этом году я, по-моему, кого-то покупала. Белку, что ли. Так, красный. Красный. У меня идет другой пакет. Мне нужно взять пакет. Ладно, пока буду складывать назад. Что-то не перепут. Красный шарик у меня идут на спальню. И на прихожую. Так, белые шарики. Здесь пошел декор. Декор, наверное, нужно отдельно тоже складывать. И потом его распределить. Мне вот не нравится то, что я вот так вот складываю. А потом эти бусы приходится распутывать. И у меня много сосулек. Я их тоже сейчас отдельно положу. Чтобы мне их не искать. Потому что они мне тоже понадобятся. Не для елки, а для декора приходят. Кебусы длинные. Коротенькие тут я вижу. Есть. Но белых игрушек я вижу у меня много. Но я не знаю, хватит ей или нет. Потому что я обычно серебро еще украшала. Не знаю, как елка теперь будет смотреться без серебра. А в этом году, говорят, о серебре можно. Варежки серебряные. Если что, я посмотрела. В ленте есть набор дешевых игрушек. Как раз там куплю. Каким бы цветом наряжать будете елочку в этом году, пишите. Мне прям интересно почитать. Очень. Кто как-то урешил. Мне кажется, многие уже определились. Кто определился, пишите. Так, домик. Он у нас пойдет, наверное, на декор в этом году. Зеленая из Сикс Прайс. Да, внешняя игрушка. Мне кажется, у многих она есть. Сусульки. Так, декор. Где-то какой-нибудь бакетчик вижу. Посмотрим сейчас, с чем. Снег. Там снег. Снег, который в вазу можно пересыпать и сделать красивую композицию. Хорошо, что я его не выкинула, а просто слою. Тоже давнишняя игрушка из Сикс Прайса. Лисенок мой любимый, который без лапки. Мне такой нравится. Я его в Ашане покупала. Белочки. Мингвинчики. Ёлочки из Ашана. Это очень красивый с перьями внутри. И пластиковые, как раз не делается. Это вот какой-то я вижу провод у меня тут. Снежинки. Снежинки, кстати, очень хорошо смотрятся на венках тоже. На потолке. На люстре. Так, это провод-удлинитель. И поэтому я снежинки, правда, на ёлочку не добавляю, а делаю их отдельно. Так, это серебряную нашла. Не знаю, наверное, хватит мне на эту ёлку. Снежинки я тоже вешаю. Покупайте их. Они первый год осыпаются, а потом нормально. Вот. У меня не сильно руки в блёстках сейчас. И они же дёшево стоят эти снежинки. Как раз выгодно. На лет пять их точно хватит. У меня им очень много посолы. У меня даже есть какой-то вон цветочек из Ашана. Он на ёлке хорошо смотрится. Помню, что в Ашане покупала. Так. У меня такие однотипные игрушки, поэтому я быстренько их перебираю. Здесь ещё есть какая-то золотая. Я, наверное, её заберу вот эту вот на ёлку, которая у меня в студии будет. Она туда подойдёт. Белые шарики. Большинство, как оказалось, у меня шариков. Олень, ёлки. Животные. Животных надо бы подкупить. Серебряных достаточно много, кстати, игрушек. Но мне почему-то прям в этом году очень нравятся. Серебряные ёлки. Ну, как украшают. Поэтому я их с удовольствием сделала. Вот такая вот в том году покупали в Ашане машинку. Беленькую. На ёлке очень красиво смотрелось. Аделочек. Как раз переберу. Может, какие-то игрушки пожелтели, чтобы их выкинуть. Смарики. Нет, наверное, мне на ёлку ту хватит. О, пожелтел. Вот его выкидать. Он прям пожелтел сильно-сильно. Так, белых всех больше. Серебряных, кстати, тоже немало. Я переживала, что мне не хватит. Но он уже почти целый пакет собирается. Даже может не показать, что это ёлочки. О, а если я не помню ёлочки, кстати говоря, я вам покажу. Ёлочки, как ёршики в Ашане, которые продаются. Вот такая белая. Такая вот серебряная. Это тоже положит туда. Ещё есть вот такая. Похоже, в том году по акции покупала. По распродаже. Бусы тянутся. Вот такая вот. Тёмненькая такая. Ой, как с неё сыпется. Так, опять белые игрушки. Красных что-то не доберусь. Их вроде тоже у меня много было. Пока прям мало. Жалко, что в Икееву купили контейнер только один такой. Потому что они очень удобные. Распределить по контейнерам. Всё запутано. Нужно всегда, в общем, распределять по цветам. Сразу убирать. Обычно это лень после Нового года. И так много декора убираешь. И думаешь, ну вот в следующем году буду разбирать. И как раз... А ещё за год забываешь, какие игрушки покупала. Серебряных прям очень много игрушек. Мне прям хватит заполнить всю ёлку. Даже ничего покупать не надо. Я ещё, знаете, какую ёлку хотела? Серебряный с мятным оттенком. У меня там в студии же мятная такая кушетка для наращивания. И я хотела с мятным оттенком как раз добавить. Но смотрю, что у меня этих серебряных много. Поэтому даже, наверное, добавлять не буду. Ничего покупать. Как раз с экономом. Вот красных пока очень мало. Вот есть ещё голубенькие. Я их тоже туда заберу. Они как раз подойдут мне. Это цвет очень нравится. Такой прекрасно голубой. Ещё есть ёлка, которая раньше работала. У меня её не выкидываю. Она очень красиво смотрится. Её можно ещё покрыть. И будет ещё красивее смотреться. Так. Синежинки забираем. Да, здесь у меня свой пакет получается. И это ещё не всё. О, ёлку, которую я сама делала. Но её нужно было в пакет убрать. Вот такая пушистая. Она немножко испортилась. Ну, на этот год ещё хватит. А потом можно выкинуть. И белых у меня много. А вот красных, похоже, не очень много. Так. И снежинок у меня много, как оказалось. Только я снежинки вешаю вот такие, допустим, на ёлку. А вот такие вот я вешаю на одинаковые. Для украшения люстры. Потому что, иначе они смотрятся позже. И бусы у меня много. Видно, будет только все распутать. Снежинки. Ой, и линдинок мне всегда не хватает, кстати говоря. Потому что я украшаю много. Так, это у нас всё в белом. Серебряным. Яблочки всякие. У меня ремонт у соседей с утра. Прям. Такой вот красный. Они меня с утра разбудили в 8.30. Хотя ремонт можно делать дрелью с 9 утра у нас написано. Но их было послугу. И в соседей стучали и без разницы достали. Вот такой вот. Для декора. И непонятно, у каких соседей, чтобы сходить и сказать. Так, это, кстати, можно взять на переделку. Я возьму на переделку и что-нибудь из них сделаю. У меня сегодня, кстати... Сегодня у нас, знаете, какое лицо? Сегодня у нас... Понедельник, по-моему, 21-е. Да, 20-е. И мне так тянет живот. Я собиралась съездить с Серёжей за курткой. Но у меня так сильно тянет живот, что я, наверное, не смогу сейчас поехать. И вот посмотрим. Буду я снимать ещё видео, и я поеду в роддом. Я вот сижу нормально. Стоит встать ходить. То есть в магазин. Сейчас мне сходить нереально с ним. Мне надо ему пуховик. А я понимаю, что я зайду только до магазина и то на машине. И... Не знаю. Может скажу. О, а такой венок у меня уже был. Это, похоже, я переделывала. Смотрите. Делала. Вон у меня они. Венки. Вот эти вот все игрушки пожелтели. Кстати, мало испортилось игрушек. Сейчас посмотрим, что у меня тут ещё будет. Вот такая вот Esfix Price лошадка. Года два она у меня. Ой, как ноги затекли. Надо что-то как-то по-другому сесть, похоже. Потому что так невозможно. Друзья, в общем, у меня с серебряных игрушек оказался целый пакет. Сейчас я всё выложу. И к вам вернусь, потому что у меня нога не вела. Я всё разобрала. У меня здесь получилось пакет вот целый с красными бельонами. Игрушками. Я ещё нашла, я сейчас поближе вам расскажу. Я ещё нашла золотые игрушки, целый пакет. Я их уже год третий не использую. Я их буду использовать в этом году с красными шариками. Решила сделать золотой с красным. Потому что та ёлка больше, шариков красных не очень много. Будет нормально. Теперь сейчас я протру вот это всё, то, что насыпалось у меня тут. И можно будет убирать игрушки. По пакетам. Так будет вообще суперудобно. Так, здесь вот мусор у меня. Серебряный тоже целый пакет на ту ёлку хватит. И белых у меня мало игрушек, как оказалось. Не знаю, как будет на большую ёлку. Я, конечно, не хочу обычные шарики покупать на ёлку. Поэтому будем украшать, наверное, тем, что есть. И ещё лентами украсим в этом году. Ленты куплю. Так, друзья. Я надеюсь, у меня, значит, целый пакет вот такой вот золотых игрушек. Ещё тоже есть какие-то коричневые, не открытые. Их можно добавить в какой-нибудь декор, наверное. Ну, в общем, оставляем. Сейчас я соберу белые и серебряные уберу. И всё. И всё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok